Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вашему вниманию сейчас будет представлен практически навык по проведению и мобилизации правой нижней конечности у больного с подозрением на перелом правого бедра. Прежде чем проводить манипуляцию, мы должны больному придать удобное положение. Конечность, видите, сломанная конечность ротирована. Я хочу помочь больному представиться. Здравствуйте, больной! Я вам буду проводить и мобилизацию нижней конечности для облегчения вашего состояния, уменьшения боли в правой ноге. Вы согласны? Для начала, прежде чем проводить манипуляцию, мы должны осмотреть предполагаемое место повреждения, провести поверхностную пальпацию и по возможности выявить признаки перелома. Признаки перелома могут быть, как я говорил, деформация конечности, патологическая подвижность или костная крепитация. Костную крепитацию нам нежелательно проводить, достаточно того, что мы выявили при сравнительной пальпации. Необходимо освободить одежду больного. Если это затруднительно, тогда лучше это не проводить, это может привести к нежелательным последствиям. Обрабатываем руки перед манипуляцией с септическим дезинфицирующим раствором. Подготавливаем шину. Заранее приготовленная шина Крамера для мобилизации правой нижней конечности. Ее мы должны будем отмоделировать по здоровой левой нижней конечности. Для этого мы подготавливаем шину и в месте предполагаемого сгиба, физиологического сгиба коленного сустава, даем шине незначительное сгибание 15-20 градусов. Устанавливаем шину под здоровую нижнюю конечность. И удостовериваемся, что больному удобно. Удобно вам этой нижней, левой нижней конечности? Хорошо. Теперь вытаскиваем эту неприготовленную шину. Берем предварительно заготовленный валик. Устанавливаем на место изгиба. И на место изгиба устанавливаем шину, померяя по нижней конечности. Устанавливаем шину уже под поврежденную нижнюю конечность. Аккуратно приподнимаем правую нижнюю конечность. И поднимаем в туловище. И устанавливаем шину с валиком под область коленного сустава. Вот мы установили шину рамера. Валик на месте. Теперь мы приступаем к фиксации коленостопного сустава при помощи бинтов в виде восьмеобразной повязки. Для этого мы коленостопному суставу придаем 90 градусов. Придаем 90 градусов. И начинаем фиксировать коленостопный сустав при помощи восьмеобразной повязки. Зафиксировав галеностопный сустав восьмеобразной повязкой, мы измеряем по здоровой левой нижней конечности шины Дитрекса, которую мы будем устанавливать. Значит, на внутреннюю поверхность мы устанавливаем малую шину Дитрекса, измеряем, устанавливаем вместо пахового левой и придаем этой шине конечность на 10-15 сантиметров длину побольше, чем вторая нижняя конечность. Измерив, мы устанавливаем одну из сторон шины на поврежденную нижнюю конечность, вот пахового область тщательно. Дальше, на наружную поверхность, также приготовленная шина Дитрекса, измеряется от подмышечной впадины, тоже на 10-15 сантиметров длиннее, фиксируется и устанавливается уже на поврежденную сторону, от подмышечной впадины, от подмышечной впадины на 10-15 сантиметров длиннее. Теперь мы устанавливаем подстопник. Для этого подстопник мы измерим предварительно под нижнюю конечность, под стопу. Фиксируем подстопник. Опять же, при помощи винтов к нижней конечности. Мереностопный у нас старт должен в положении 90 градусов фиксирован. Тщательно фиксируем, оставляем только пальцы для проверки нежелательных явлений. Теперь мы устанавливаем заранее приготовленные ватно-марливые валики пальному на места предполагаемых сдавлений. То есть костные выступы, это области лодыжек, наружные лодыжки, внутренние лодыжки, валики, в месте предполагаемого колебного сустава сдавления, в месте предполагаем сдавления по наружной поверхности, в области паховой области валик устанавливаем. Один валик мы устанавливаем в области большого вертела, в области большого вертела, и валик мы подмышечную впадину устанавливаем. Валик подмышечную впадину, чтобы не было сдавления. Зафиксировав все это, теперь мы шину фиксируем, проводим специальную закрутку через отверстие и шина у нас должна пройти через вот эти отверстия подсобники. И шина должна пройти, опять же закрутка должна через отверстие пройти, вальки еще раз тщательно зафиксируем. Теперь мы придаем конечности правильное положение и начинаем фиксацию при помощи винтов. Винты вместе с шиной теперь уже мы фиксируем нижнюю конечность вместе с шинами и фиксируем. И придаем неподвижность праву нижней конечности. Вместе с вальками фиксируем шину и нижнюю конечность. Имеются у нас специальные лямки для фиксации, можем пользоваться специальными лямками. проводим лямки под туловище и фиксируем их. Дальше с помощью опять же ямок фиксируем шин в области бедра и недостающие компоненты опять же фиксируем при помощи эластичного бедра в туловище, чтобы не было издавлений. Таким образом фиксируя нижнюю конечность мы проверяем стабильность нашей фиксации, спрашивая у мального удобно, вам стало легче, когда манипуляция закончилась. Мы обязательно, прежде чем закончить, мы должны при помощи закрутки провести вытяжение для нижней конечности при помощи закрутки. Для этого у нас имеется специальное устройство, которое мы проводим манипуляции и фиксируем нижнюю конечность положения легкого вытяжения. Это дает облегчение при спазме мышц, ретракции мышц. Теперь больной готов к транспортизации в лечебные учреждения, для транспортировки в лечебные учреждения. Благодарю за внимание!